Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. Сегодня у нас очередное видео-покупочка лошади-подписчицы. И сегодня она будет очень необычная по сравнению с остальными. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Персонаж очень интересный, с огромнейшей историей. Меня прям выслали целый, не знаю, один том войны и мира. Какая длинная у него история. Имя и фамилия тоже очень выделяются. Вы могли уже заметить длину такой фамилии. Это Татьяна Хьюминг Бёрд Монтейн. Вот такая вот интересная фамилия. Персонаж 23 уровня. И сейчас мы будем с ним знакомиться и также познакомиться с одной особенностью, которой привит этот аккаунт, этот персонаж. А теперь немножечко шокирующей информации. Пересматривая свое старое видео по обновлению конного фестиваля от 18 апреля 2019 года, я была в шоке, так как у меня перед глазами замелькало знакомое имя. Я поставила на паузу и просто уронила челюсть, так как именно этот аккаунт я и наблюдала на заднем фоне. Так что чудеса случаются. И я очень давно мечтала о такой ситуации, чтобы встретить в новое время кого-то из своих старых видосов. Даже если этот человек не подозревал о встрече. Так, история будет очень-очень длинная. Так что, да, действительно выстраивайтесь поудобнее и наливайте чаечек. Итак, повторять фамилию тяжеловато, но я постараюсь. Татьяна Хьюминг Бёрд Монтейн была богатой наследницей своих родителей, проживающей в огромном поместье в Германии. С детства ее окружали роскошь и изысканность. Татьяна выросла в семье, где конный спорт был неотъемлемой частью жизни. Ее отец известный магнат в конном мире. Всегда учил свою дочь всему, что нужно знать об этих великолепных животных. Татьяна была избалованная девочка с капризным и немного стервозным характером. Она привыкла, что все должны подстраиваться под нее и исполнять ее прихоти, но в то же время умеет ценить все, что получает. Если что-то не по ее вкусу, она может проявить свою неприязнь и холодность к окружающим. Девушка не переносит, когда ее мнения не учитывают. Татьяна привыкла быть центром внимания и не терпит соперниц в своем окружении. Лошади и конный спорт – ее страсть. У нее есть два первых и любимых коня – вороной жеребец тенесийской породы и по имени Блайт Бьюти, и серая в гречку кобыла породы французский сель по имени Мономен. Вот такая вот история персонажа. Дальше есть еще приписка, но я ее буду зачитывать уже отдельно у лошадей, потому что это уже не история персонажа. Это уже история конкретно, ее связи с ее первыми двумя лошадками. Так что давайте сейчас посмотрим список ее лошадей и уже вернемся к первым двум, с которых и началась вся история. В конюшне у нее всего около семи страниц лошадей в общей сумме, может быть даже семь с половиной. Среди которых есть первые лошадки третьих поколений, то есть самые первые, которые выходили. Имеются магики, а также есть несколько лошадок вторых поколений. Так что такая вот конюшна, мастей здесь большое разнообразие. Пеги, гнеды, светло-серые, вороных, мне кажется, поменьше. Есть еще соловые и граниные. Да, то есть в принципе у нее все равно какой-то баланс имеется. Чуть меньше рыжих и чуть меньше серых в яблоках. Так, ну а теперь давайте уже подойдем к тем самым двум лошадкам, о которых говорится в рассказе данного персонажа. Блайн Бьюти. Это вот эта вот теннисийская лошадь, вернее жеребец. Блайн Бьюти, вороной породистый жеребец, был подарком Татьяне от ее отца на 18 день рождения. Поистине выдающийся представитель своей породы. Умен, силен и грациозен. Имя было дано ему в честь особенности. К сожалению, на левом глазу коня красуется Бельмо, из-за которого его и назвали Слепой Красавец. Ну а теперь давайте посмотрим на вторую лошадку по имени Муномен. Ну, наверное, больше Мун Омен. Второй лошадью для Татьяны стала светло-серая кобыла по кличке Мун Омен. Ее подарила мама девушки после первых успешных соревнований, где дочка заняла первое место. В отличие от вороного парня, кобылица была вредной и буйной. Она часто демонстрировала свой непокорный характер, отказываясь подчиняться и зажимая уши. Вот мы и послушали историю данного персонажа, познакомились с его основными лошадками, изучили, какие лошади и масти в основном стоят на конюшне. Теперь давайте же послушаем, какой список требований на покупку новой лошади. Имя должно быть на любом языке, главное, чтобы оно не было заезженным, по типу Королевский Бахат и тому подобное. Если имя будет на английском, то не нужно обращать внимание на мужской и женский род в переводе. Главное, чтобы красиво звучало и имело красивый смысл. Можно покупать лошадей только третьего поколения, желательно тех, которые вышли относительно недавно. По типажу это должна быть, к примеру, спортивная лошадь, но если на глаз попадется все-таки либо пони, либо тяжик, то можно покупать и их. Прическу также можно выбирать. И еще меня попросили купить бантик на лошадь, который бы, основываясь на цвет из списка, который мне выставили, обозначал бы ее поведение. Я была очень удивлена данному решению, точнее такой просьбе. Не знаю, не факт, что я куплю, потому что обычно я покупаю лошадей с довольно тихим, спокойным, покладистым характером, который бы ничего не означал. Просто спокойная, хорошая лошадка. Тем более, что я просто покупаю по ощущениям, как бы внешним. То есть я не придаю вашим лошадям характер. Вы это делаете уже сами. Я же основываюсь просто на внешний и внутренний какой-то навигатор в сочетании персонажа с лошадью. Так что такой вот очень интересный набор требований. Мы постараемся его соблюсти. Точнее, мы всегда его стараемся соблюдать. По поводу бантика не уверена, но посмотрим. Так, ну а сейчас я иду на очередное переваривание, скажем так, всей информации внутри ее конюшни. Какие же там лошади для того, чтобы уже отправиться в путешествие по Юрвику и найти ей новую лошадку. Ребята, я в большом шоке. У меня нету идей, точнее, у меня нету выбора, кого покупать. Потому что покупать хочется только одну единственную лошадь. Меня это очень сильно удивило, шокировало. Потому что у меня была одна мысль, какую лошадку купить. В итоге эта лошадь у нее оказалась. Решила посмотреть вторую лошадь. Она тоже у нее оказалась. Но та самая первая мысль, которая пролетела у меня в голове, и я на ней еще даже не задумалась в тот момент. Она как бы оказалась самой правильной и самой верной. И потом, когда я уже начала всматриваться в списки пород, я поняла, что этой лошади у нее нет. Нет. То есть вот то, что моя голова подумала в самую первую миллисекунду, это было, наверное, просто единственным правильным ответом. Я в шоке. У меня такого еще не было. Прям на блюдечке моя голова преподнесла ей липициана. У нее есть два липициана, у нее есть гнидой и у нее есть вороной. А всех остальных липов у нее нет. И моя голова вот в эту самую секунду, когда я увидела персонажа, изначально представила ее на очень высокой, светлой лошади. Но не на теннисице, а просто на чем-то очень высоком, достаточно и светлом. Я подумала, что это французский сель в гречку, но он у нее есть. И потом я поняла, что вот оно, вот оно, это чудо. У нее нет ни одного из двух самых, самых светлых липов. Я в шоке. Я в шоке. И я поняла, что да, вот, это та самая лошадь, чей образ у меня пробежал в голове. Вы посмотрите. Да, 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 вот, это именно оно. Не знаю почему. Вот именно в этом сете, в этой одежде, мне кажется, ей больше всего подходит вот этот лип. Не светло-серый, а именно светло-серый в гречку. Я не знаю, с чем это связано, но... Да, вы просто мое лицо сейчас не видите. Я безумно хочу ей купить эту лошадь. И так как это спортивная будет лошадь, наверняка в выездку, то, конечно же, с шишками. Правда, здесь косичка на хвостике все-таки. Но все равно. Вы посмотрите. Это прекрасно. Это, да, это то, что нам и нужно. Я не знаю, как я это делаю. Как у меня так до сегодня прям вообще сходу. Я дольше пыталась без запинки зачитать текст историю персонажа, чем найти лошадь. Так, давайте еще раз посмотрим. Так, значит, лепецанская лошадь третьего поколения. Светло-серый в гречку. 969 СК. С учетом использования изменения стрижки. Шаг. Крысь. Голопчики. Особое движение на шифте. И особое движение на пробеле. Да, ребят, я хочу. Я хочу. Вот это чудо. Вот только как его назвать? Надо сейчас что-нибудь на русском языке поискать. Что-нибудь такое. И вообще, кто это? Это кто у нас? Жеребец? Кобыла? Ты кто? Я хочу, чтобы ты был жеребцом. Прям... Я знаю. Сейчас я попытаюсь найти. Пусть это будет в имени. Пожалуйста. Нет, знаете, полистав в список имен, я поняла, что нет. Все-таки нужно на английском языке выбирать. Так, выбираем шишечки вновь. Так, взрослый. Жеребец. Жеребец. И имя. Имя, имя, имя. Сейчас что-нибудь найдем. У меня есть некоторые в голове такие отголоски. Осталось только их поймать и выбрать. Вот оно. Ребята, я... Я... У меня сейчас слезки наворачиваются. Вот оно. Вот оно то, что я хотела. Да. Оно самое. Это у нас будет лепецанчик, жеребец по имени Silent Rain. Что в переводе будет означать как тихий дождь. И вначале у меня была идея назвать его Sea Rain. Морской дождь. Но потом я посмотрела, подумала, что нет, нет, что-то не то, не то, не то. И поняла, что вот Silent Rain, тихий дождь. Да, это вот оно. Это оно. Боже мой, какая я сейчас счастливая, что нашла то самое имя. Так что, да, ребят, вот так вот. Не удивляйтесь. Бывает. Бывает, что в голове появляется одна та самая идеальная лошадь с ходу. Волшебство случается. Просто нам повезло в этот раз. Значит, это будет взрослый. Жеребец, Silent Rain, тихий дождь с изменением прически на шишечки за 969 СК. Так что, оуу, лепецанчик, дайте у поколения покупаем. Боже, точно нет? Да вроде нету. Точно? Я прям переживаю. Но нету. Нету у нее никого из этих. Так, 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 где, 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 где? Silent, Silent, Silent. Silent Rain. Где Рейн? Вот, Рейн, Silent Rain. Да, тихий дождь. Все, я прям просто очень сильно переживаю. Так, все, покупаем. Здравствуй. Ну как они смотрятся? Я прям не могу. Ой, какие классные. Будем зимой. У меня прям душенька радуется. Так. Ой, а знаете, вот сейчас сложно. Я обычно отправляю на конюшню. А хотя, да, отправить на конюшню, мы лучше все равно вернемся домой и там на него сядем. Ой, ну что ж, Татьяна. Татьяна, поздравляю вас с приобретением, с покупочкой новой лошадки. Сейчас мы быстренько отправляемся к вам на конюшню. Берем новую лошадь, знакомимся с ней. И самое страшное, мы отправляемся покупать амуницию и одежду под единый образ с новой лошадкой. Бантик. Ну, пожалуй, я бантик покупать не буду все-таки. Но вот из тех, скажем так, ассоциаций, которые мне написали, у меня нет никаких идей, что это может быть за характер у него. Ну, точнее, ни один из тех характеров, которые у меня в голове, ему не подходит. У нее есть липциан, но вот этот вот. Я его не заметила. У меня есть вот этот вот. В яблочках. То есть я и какого четвертого липа купила? Не считая магика? Раз, два, три, четыре. Четвертый? Четвертый лип. Больше липов нету? Может, я где-то проглядела? Нет, и пятый магик. Здравствуй, Сайлент Рэйн. О, какой же ты хорошенький. Прям не могу, такой красавчик. Честно, я хочу его тоже купить себе на один из аккаунтов. По поводу бантиков. Я не хочу покупать бантики вообще ни капельки, ни разу. Но единственный бантик, который под него подходит, это то, что он жеребец. Мне написали, что если жеребец, то либо желтый. А почему, кстати, вот такое двойное? Желтый жеребец, синий жеребец или агрессивный мерин. Или имеется ввиду агрессивный жеребец, или что? Потому что вот эта пусечка, она очень спокойненькая. Она хорошенькая. Тихий дождь. Ну, давайте просто купим ему бантик на хвостик. Желтенький. Я надеюсь, что хозяйка не перепутала. И желтый у нее действительно это жеребец просто считается. Поэтому... Ой, заиска еще. Точно. Точно так покупаем. Ладно. Ага, вот это очень странно, что я сейчас буду покупать не только лошадь, но еще и все остальное на эту лошадь ЗСК. Так. Ну, в принципе, ладно. Это такой лучик солнца, выглядывающий сквозь тучки, с которых идет вот этот тихий дождик. А вот, что касается покупки амуниции и одежды. Первым делом я сейчас посмотрю в глобальном магазине. А там уже буду решать, понадобится ли мне куда-то ехать или нет. Надеюсь, что мы поедем только на конный фестиваль и больше никуда. Так, все на английском. Начну с персонажа. Ой, у нас так много теперь одежды. Теперь очень трудно все это листать. Так, ага, вот это у нее все есть. Это тоже у нее есть. А, нет, стоп. Я зашла в глобальный ради амуниции. All. И смотрим All. Так. Пока все это прогружается. Так. Дайте, дайте. Вот неудобно. Неудобно так листать. Почему нельзя сделать фильтр все без нагавок, к примеру. Ага, вкусы совпадают. Я тоже обожаю вот эту уздечку. Кстати, а вот она мне не написала, а дубль можно покупать или нет. Так, седло, вольтрап. Ага. Ага. Так, ну давайте сделаем вот так вот. Сейчас отдельно у нас вольтрапики будут. Тут есть очень много красивых вольтрапов. Мне интересно, они у нее есть. А, у нее их нету. Ммм, это хорошо. Это очень-очень хорошо. Так. Так-так-так-так-так-так. Ну, наверное... Чтобы на тебе получше такого выбрать, давай я на тебя куплю вот этот вольтрап. Он старенький, но при этом он мне очень-очень нравится. Так. Потом. Амуницию, видимо, мы все-таки сейчас поедем смотреть именно на конный фестиваль. Так что здесь мне ничего такого, насколько я помню, не нравится. Не знаю, где только, если там в старых уздечках. Внизу вообще здесь почему-то все теперь перепутано, перемешано. Те уздечки, которые были старые, они почему-то выше, более новые, ниже. Ну, вообще безобразие какое-то здесь вообще во всем этом. Вот эти уздечки мне в принципе не нравятся. Вот с таким вот типажом ремешочков. Поэтому нет. Это у нее есть. Это тоже есть. Я не знаю, как брать дубль покупать уздечки или нет, или не стоит. А здесь уже все. Так, ладно. Так, вернемся теперь к персонажу. По-по-по-по. Ну, это у нее... Ну, вещей теперь очень много, и мне не нравится, как искать приходится. Так, ну... Хм... Нет, нет, нет. Может быть топик какой-нибудь белый? А здесь это так легко все не продается, да? Или продается? Не помню. Вот она, вот она, вот она. Моя самая любимая рубашечка. Вот она, самая моя любимая рубашечка. Так, отлично. У нас это есть. Так, мы пока все это вот так вот отдельно вниз складируем. Ага. А у нее же что-то есть. Это сеты какие-то, да? Лежат в рюкзаке. Ну, я бы не покупала. Я только если штанишки пойду куплю, и все. Мне все остальное, в принципе, устраивают. Так, ну, ладно, давайте доедем-то туда и посмотрим. Я так счастлив, я так рад. Вы не купили эти штаны. Это очень хорошо. У меня там... Сейчас проверим только. Нет, не эти штаны. А какие штаны? О каких штанах я подумала? Я перепутала. Так, они либо черные, либо серые. Так, нет, они, видимо, черные. Вот! Да, 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 да. Так, вот, 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 вот. Мне нельзя давать покупать вам одежду, дорогие мои. Я иначе покупаю относительно старые вещи, но которые внешне вроде бы как даже и ничего. Так, ну, что ж, давайте переодеваться. У нас вот здесь все есть. Перчатки меня, в принципе, белые устраивают. Вот этот вальтрап. И возьмем седло и уздечку, которые лежали здесь. Хотя, нет, знаете, вот можно все-таки комплектом купить, если у нее вдруг нету. Так, где они только, если бы найти? По-моему, вот это. По-моему, это вот эти вот бинты к этому вальтрапу. Я не помню. По-моему, да. Ну, я не знаю, как бы подходит, не подходит. Ну, как бы сочетается я к тому, что нужны ли ему вообще бинты или нет. Сложно-то как. Давайте купим, чтобы был такой сетик вальтрап и бинты на всякий случай. О, да. Вот. Ну, прическу персонажа менять не буду. Перчатки. Перчатки меня, в принципе, устраивают. Ну, что ж, ребята, все. Покупка совершена. Мы амуницию, одежду подобрали. Бантик даже купили. Хотя я была уверена, что я не буду его покупать. И давайте посмотрим, как эта парочка смотрится вместе. А смотрится она просто прекрасно. Так, по-спортивному. Даже очень даже как-то по-деловитому. По-богато, я не знаю. Может быть, правда, не по вкусу всем. Но я лично всегда обожала вот эти вот старые штанцы, рубашку. Они были в моде в 17-18 годах. И сейчас, мне кажется, тоже достаточно неплохо смотрятся на новых персонажах. Я лично прям, ну, до сих пор их очень сильно люблю. В сочетании особенно вот на светлых лошадках. Так что вот такая вот покупочка. Я очень довольна. Я очень рада, что мне не пришлось выбирать между какими-то лошадьми. Что моя голова просто сразу сообразила, какую лошадь необходимо. Просто очень необходимо купить данному аккаунту, данному персонажу. Так что я надеюсь, что Татьяне, а также хозяйке аккаунта, понравится ее лошадь. Я желаю удачи ей и Сайлент Рейну, развития, прокачки, побед в грядущих соревнованиях. Ну и просто прекрасно проводить время на Юрике. Ну а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Ой, они прям так классно смотрятся. Я не могу. Мне очень нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!